Наземная пересадка в метро? Это плохо. Но почему? Появится вопрос. И не просто так. Ведь уже как 5 лет наземные пересадки работают внутри системы московского метрополитена. А именно они пришли с появлением МЦК. А МЦК, как мы помним, это железная дорога. Причем еще и кольцевая. А зачем в Москве нужно кольцо? Правильно, для пересадок между радиальными линиями. Но возникла проблема. На большинстве ближайших станциях метро радиальных линий невозможно было организовать крытую пересадку. Тогда Собянин решил придумать концепцию наземной пересадки. То есть это когда вы выходите со станции, идете к пересадочной и входите на нее бесплатно. Такие переходы стали обозначать как обычные пересадки в метро. Чтобы у людей были четкие ассоциации и не было отторжения от такой идеи. Хотя в любом случае они появляются. Сразу хотел бы пояснить. Пересесть с одного вида транспорта на другой это норм. Причем многие пересадки с ЖД на метро выстроены очень даже удобно. Но то, что происходит с наземными пересадками. Итак, в чем же проблема такой системы? А ведь она очень обширна. Даже не вдаваясь в подробности, спросите у самого себя. Стараетесь ли вы избежать пересадки по земле? Скорее всего, если МЦК или МЦД не являются для вас ближайшим видом скоростного транспорта, то вы скажете нет. Но почему так вышло? Давайте разберем попунктно. Итак, начнем с простого. Это неудобно. Да, это вот легкий ответ. Чтобы совершить наземную пересадку, вам скорее всего придется подняться со станции, выйти, понять куда вам нужно идти, еще дойти до станции. Как правило, немаленькое расстояние. Войти на пересадочную станцию и еще спуститься. Еще при пересадке вам в любом случае нужно будет пройти дополнительный контроль, когда вы входите на пересадочную станцию. Не говоря уже проходит через турникеты. Что тоже может создать дополнительные проблемы. И, как говорят современные урбанисты, если вы маломобильный гражданин, то наземная пересадка может стать для вас вызовом судьбы. Учитывая, что на МЦК очень любят строить лестницы, а вот лифты не всегда работают. Для справедливости стоит отметить, что в московском метро тоже есть неудобные длинные переходы, которые вы по похожей причине стараетесь избегать. Но о чем пойдет речь дальше, точно никак не сравнится с подземными пересадками. Время. Да, время. Сколько вы тратите на пересадку по земле? 20 минут? 15? С пересадкой метро это даже не сравнится. Хотя, конечно же, есть долгие пересадки, например, на Чкаловской, но это все-таки не такая продолжительность. Потом дальше мы тоже поговорим об удобстве. Недавно в метро ввели понятие сухие ноги, то есть крытая пересадка. Почему ввели это понятие? Потому что один из самых главных недостатков наземной пересадки – это то, что вы остаетесь под голым небом, а вокруг вас – обычная улица. И, конечно, если вам нужно совершить марш-бросок с НЦК на другую станцию, то, выйдя на улицу, вы можете встретиться с ливнем, снегом, гололедом, штормом, ветром, жарой, а помимо погоды вам, возможно, придется терпеть запахи от шормешных или каких-нибудь алкашей. Вас также может окатить грязью машина, ибо, как правило, эти пересадки включают в себя путь вдоль дорог или вообще пешеходные переходы через эти дороги. Что, как вы сами понимаете, не всегда безопасно. Именно поэтому я терпеть не могу, когда эти наземные пересадки приравнивают на схеме к обычным, обманывая этим пассажирам. Ну не значит пересадка на верхних котлах и на Гатинской то же самое, что и пересадка на площади Гагарина. Именно пересадки в метро, изолированные от внешнего мира, максимально комфортны и качественно отличают их, и поэтому люди отдают приоритет именно такому виду, нежели переходу по улице. Да и сами власти это понимают и стараются организовывать по возможности. Я упомянул о безопасности. С наземными пересадками, что очевидно, создаются проблемы, когда Магарима переходят по улице. Посмотрите на переход на Автозаводской, по каким-то закоулкам, по сути нужно идти. Вдруг вас там ожидает команда гостей столицы. Или маленькие цыганские дети, возможно, прямо сейчас вытягивают кошелек из вашего кармана, пока вы идете вдоль шоссе энтузиастов. Вылет машины и прочих неприятностей, которые в будущем помешают вам дышать, могут произойти очень легко, пока вы просто хотите попасть с МЦК на ближайшую станцию метро. И опять же, переходы, изолированные от внешнего мира, в буквальном смысле оберегают вас от многих неприятностей. Теперь я хочу поговорить немного о политической такой теме. Давайте будем честны. Вся эта ситуация развязала руки мэрии. Теперь, когда москвичи привыкли к такому ущемлению, московская мэрия не боится теперь не достраивать переходы. Например, обещать достроить переход только через какое-то время, заставляя людей унижаться на пунктах досмотра. А перед этим, хорошо промокнуть и еще устроить побег от грабителей за углом. Итак, некое заключение. В метро не должны ставить знак равенства между обычными пересадками и пересадками на земле. Неважно между чем и чем. Метро, МЦК или МЦД, это совершенно разные вещи. А такая вот подмена понятий ничего хорошего не приносит. Продолжение следует...